Я прошу вас открыть Библию, книгу Левит, 19 главу. Мы будем читать с первого стиха до 14. Бариху את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בהרבנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן את תורה והבשורה. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת עליהם, כדושים תהיו, כי קדוש אני, אדוני אלוהיהם, איש, אמו ואביו תראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני, אדוני אלוהיהם. אל תפנו אלך אלילים, ולוהי מסייה, לא תעשו להם, אני, אדוני אלוהיהם. ואי תסבחו, זווה שלמים לאדוני, לרצונכם תסבחו, ביום זווחיהם, יוחא יחל וממחורת, וענותר עד יום השלישי, באי שישרף, ואם היכול יחל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה. ואולב אבונו יסע, כי את קודש אדוני הילל, ונחרטה, הנפש ההיא מהמחה. ובקוצריכם את קציר ארציהם, לא תחלו, נכון? תחלה. לא תחלה, ועצדך לקציר, ולקט קצירך לא תלקט, וחרמך לא תעולל, ופרט חרמך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני, אדוני אלוהיהם. לא תגנובו, ולא תחהשו, ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תשבעו בשמי לשקר, ויללתה את שם אלוהיך, אני, אדוני. לא תעשוק את רייך, ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. לא תקלל חרש, ולפני עיוור, לא תיתן מכשול, ויראתה מלוהיה, אני, אדוני. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, ויהיה עולם נתה בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה והבשורה. ברוך אתה, אדוני, נותן תודה. Господь сказал Моисею, возвести все общине сынов Израилевых, будьте святы, וסעת Я, Господь Божь ваш. פочитайте мать и отца, соблюдайте мои субботы, Я, Господь, ваш Бог. Не обращайтесь к идолам, не делайте себе литых богов, Я, Господь, ваш Бог. Если вы приносите Господу пиршественную жертву, делайте это так, чтобы она была угодна. Съедайте ее в день приношения или на следующий день, а все, что останется на третий день, следует сжечь. Если съесть ее на третий день, то жертва не будет угодной, это порченое мясо. Тот, кто ест такое мясо, будет виновен, ведь этим он оскверняет святыню Господню. Этот человек будет истреблен и отторгнут от народа своего. Когда будете жать хлеб на вашей земле, то до самого края поля не доходи, колоски после жатвы не подбирай. В винограднике своем не собирай все до последней ягоды и не подбирай упавших виноградин. Оставь это беднякам и переселенцам, Я, Господь, ваш Бог. Не воруйте, не лгите, не обманывайте друг друга, не давайте ложных клятв, скрепляя их именем моим. Не оскверняйте имя Господа Бога своего, Я, Господь. Не пристесняй ближнего, не грабь его, плату наемного работника не задерживай до утра. Не глумись над глухими, не ставь подножку слепому, бойся Бога своего, Я, Господь. Недельное чтение сегодняшнее очень особенное и важное для нас. Вещи, которые практичны для нашей ежедневной жизни. Когда я был маленьким ребенком, я не понимал все указания моего отца. Он говорил мне еще тогда, когда мы собираем урожай, не надо собирать все, оставлять картошку или другие вещи, которые мы выращивали. Я оставляю немного здесь и оставляю немного там. Я не понимал и спрашивал его, почему. Потому что так нужно. Потому что я думал логически, что все, что мы вырастили, это урожай, который принадлежит нам, его нужно забрать. Даже когда мы собирались с деревьев, урожай, ягоды и яблоки, он тоже говорил мне, оставляй немного, не собирай все. И когда я спрашивал его, почему. Для красоты просто. Он говорит, нужно оставить что-то, чтобы кто-то другой поел. Даже птичкам. Очень важно заботиться обо всех. Что-то маленькое, простое и достаточно практичное. Я подумал сначала, что это какие-то выдумки моего папы. Пока я не прочитал то, что написано в этом отрывке Писания. И здесь написано не только про урожай, про огород. Много вещей практических в нашей ежедневной жизни. Поэтому тот, кто еще не прочитал, дома возьмите, прочтите и подумайте об этом. Здесь есть также секрет сельскохозяйственной деятельности. Как получить большой плод от тех деревьев, в которых вы выращиваете. Я не буду рассказывать, сейчас прочитайте сами. И здесь есть разные выражения, которые мы слышим здесь и там в нашей стране. Теперь я хочу прочитать одно предложение. Вы скажете мне, где это написано. В 20 главе, 32 стих. В каждом автобусе эгеда, если вы увидите, написано, что вставай перед седым человеком. Так можно сказать. Дай уважение. Если ты видишь взрослого человека, дай ему уважение. Даже если он не хочет сидеть. Встань. Практические вещи. Очень простые. Но сегодня я хочу вам протолковать только один первый стих. На русском это второй стих. Написано так. Возвести все общины сынов израилевых. Будьте святы, ибо я свят Господь Бог ваш. Будьте святы, потому что я свят. Только это выражение. Подумайте о нем. Что значит святой? Если можно сказать, заповедь ли это для нас? Да или нет? Это заповедь или нет? Митцва? Да. Кто согласен со мной, что для нас это заповедь? Быть святым — это заповедь. И на сколько вы знаете святых людей? Будьте. Только очень маленькое количество. И у меня вопрос. А им Эллоим нотен איזשהו митцва, что миро что он знает, что не возможно ли каим ута? Как вы думаете? Никогда. Он не заповедует нам что-то, что он заранее знает, что мы не можем исполнить. И когда, когда, в чем здесь дело? Как это понять? Для того, чтобы немножко подумать, давайте сосредоточимся на Слове Святой. Господь сказал, ибо я свят. Как вы понимаете это выражение? Господь говорит про Себя, я святой. Что значит Господь Свят? Отделенный. Отменим. Он отделен от греха. Принадлежит чему-то. Митцуян. Митцуян. Это, в принципе, пирушель милла Кадош. Но как вы понимаете, что Иллоим Кадош? Это толкование Слова Святой. Но как вы понимаете, Божью святость. Когда вы думаете о Боге, и понимаете, что Он Святой, что у вас происходит в голове? Обычно происходит такой клик. Господь Святой. И в нашей голове мы также думаем Святой, это значит Совершенный. Совершенен во всем, во всем, что Он делает. В Его природе. В Его действиях. И в Его желании. Он свят, свят, свят. Вы знаете, есть у нас песня такая. И написано, что Ангелы на небесах также поют Свят, Свят, Свят Господь. И тогда, что здесь происходит в этом отрывке Писания? Как мы можем быть совершенными? Только в одном случае человек выглядит совершенным. Когда ты только встречаешь и влюбляешься в кого-то, в первые моменты ты думаешь, что этот человек совершенно идеальный. У вас было такое в жизни, да? Пока Господь не открывает глаза. Но это шутка. Если серьезно говорить. Что Господь заповедует нам? Быть таким как Он? Можем ли быть такими как Он? И как понять это предложение, эту заповедь? Как исполнить ее? Я сейчас говорю для тех, которые хотят исполнить заповеди Господа. Много раз мы относимся к Зава, видим, как еще к одной науке, философия или математика. Мы говорим, спорим, рассуждаем. Нам нравится спорить. Вы знаете, где собрались три евреи, там пять мнений. И чудо Израиля в том, что нам это не мешает быть вместе друг с другом братьями. Но я хочу говорить с теми, кто хотят исполнить эту заповедь. Что значит быть святыми? Кто такой Бог? Подумайте немного. Какая разница между ними, между нами и между Ним. Он Господь, Бог. Я не могу это толковать. Это более того, что я могу себе представить. Совершенен во всем. Даже более велик, чем самая большая моя мысль. А кто я? Я творение, которое Он сотворил, по образу и подобию своему. Целем, темуна, лецелем. Подобие, это фотография, которую вы фотографируете. Или, допустим, тень, когда вы идете, солнце, сзади вас, вы видите, перед собой идет тень. Это образ и подобие Бога. Так Он сотворил нас. И Он ожитает от нас, что мы будем святыми, как Он. И здесь есть парадокс. Но у Бога нет никакой причины давать нам заповедь, заранее зная, что мы Его не сможем исполнить. Поэтому в конце, о чем здесь говорится все-таки? Господь живет вне времени. Другими словами, для Бога нет времени. В одно и то же мгновение Он видит наше будущее, прошлое и настоящее. Это трудно понять. Но это и есть разница между нами. Мы живем в маленьком отрывке времени. Мы живем здесь, на этой земле. И это разница. Для Него нет времени, а для нас есть время. И Он знает это хорошо, потому что Он сотворил нас. И когда Он дает нам заповедь, будьте святы, Он дает нам заповедь на этот отрывок времени. И даже само понимание быть святым для человека и для Бога, это разные понимания. Несмотря на то, что мы используем одно и то же слово. Но наши условия разные. И Господь знает это очень хорошо. Так что же Он в конце концов ожидает от нас? Он совершенен. А мы маленькие с нашими проблемами и грехами и тараканами в голове. Давайте вернемся к слову святой. Слово святой можно понять как отделенное от других. Это правда. В отдельности. Не просто Господь поставил Израиль в отдельности от других народов. Если вы хотите что-то приготовить из продуктов особенное, вы эти продукты отделяете. Женщины, когда вы хотите какие-то продукты заморозить, вы может быть на них пишете и ставите их отдельно. Потому что есть план в голове. Вы хотите с ними что-то сделать. и отделяете их. И второе значение слова святой это для определенной цели. Освященный. Даже на русском это один и тот же корень. Святой и освященный. Посвященный. Знаете, что происходит на свадьбах? Когда жених одевает кольцо на палец невесты, какие слова он говорит? Микудешет. Этим кольцом ты посвящена мне. Посвящена мне. То есть он не делает ее совершенной. Но то же слово. посвященная. То есть она теперь посвящена и принадлежит ему. И Господь ожидает от нас две вещи. Быть отделенными. И быть для определенной цели. Определенная цель это имеется ввиду какое-то движение. Не просто если есть цель нужно в нее попасть. Нужно какое-то действие. Быть отдельными и быть для определенной цели. Я хочу сосредоточиться на этих словах. Быть отдельными. Харьбе паамин אנחנו חושвим что Илухим сэм оттану банифрат בגלל что אנחנו כל-как меухадим. Иногда мы думаем что Господь нас отделил потому что мы настолько особенные. И он ожидает от нас что мы останемся в отдельности. И это большая ошибка если мы забываем о втором смысле. Матара. Цель. Тнуа. Движение. Направление. Быть цветами. Это не постоянное положение. Постоянное положение быть святым это для Бога потому что Он вне времени. для нас это движение интенсивность. Это значит что от нас Он ожидает что мы будем что-то делать. Какое-то движение. В тот момент когда мы становимся отделенными у нас должна перед собой быть цель и мы должны идти к этой цели. И когда мы делаем это это процесс. Есть начало и есть конец. Время когда мы учимся и когда мы умираем. это процесс. И в этом процессе Бог ожидает что мы будем что-то делать. Что-то это значит в смысле быть святыми. Освященными. Я святы будьте святы. И для нас это не означает быть без греха. Это значит идти в направлении Бога. Я хочу привести небольшой пример. Те кто знают физику наверняка знаком с этим. Есть ли какой-то предмет какой-то аппарат в этом мире который из меня измеряет тьму, темноту. Как вы думаете? Слышали? Есть ли какой-то измеряющий темноту аппарат? аппараты, которые измеряют количество света. Все аппараты, какие только существуют в мире, ни один из них не измеряет темноту. Они измеряют количество света. Нет такого аппарата, который может измерить темноту. Есть аппараты, которые измеряют количество света. Чем больше света, тем лучше для нас. Знаете такие очки ночного видения? Прибор ночного видения. Есть в армии те, кто походами занимается. в темноте надевают такие очки, хорошо начинают видеть. Но зайдите в закрытую полностью комнату, закройте за собой дверь, и эти очки вам не помогут. Если нет хотя бы немного света, то вы ничего не увидите. потому что эти очки работают на уровне на свете. То же самое для нас быть цветами. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше он очищает нас своей святостью от наших грехов. И это процесс по которому мы должны идти. Нельзя нам оставаться теми, какими мы были когда-то. И также для нас большая ошибка размышлять над тем, более ли мы святые сегодня, чем были в прошлом году. У нас нет права давать себе оценку. и большая ошибка думать про себя теперь я более святою потому что больше не совершаю тот или иной грех. Сейчас я намного ближе к Богу. Когда ты даешь себе оценку, ты падаешь. Только у Бога есть право решать святой ты или нет. Но другие люди могут увидеть это. Если есть у продвижение. Когда мы смотрим на какие-то вещи, это более освященное более находится в свете, это меньше. То же самое когда мы смотрим на других людей. И мы в своей голове даем какую оценку. Этот человек более лучше, этот менее. И вся оценка основана на одной вещи. Движение в направлении к Богу. В направлении к свету. И когда зажигается свет, все тараканы убегают. Люди с бывшего СССР знают это. Когда в старых зданиях на кухне среди ночи зажигаешь свет, тараканы разбегаются. Так же и мы. когда мы приближаемся к Господу, который совершенен и святой, грех потихоньку оставляет нас. Вы можете сражаться с грехом до конца своей жизни. И ничего не поможет. Вы можете всей своей силой пытаться быть святыми. И продолжать грасть и желать другую женщину завидовать и разные такие вещи. Потом плакать. Что же я наделал? Господь прости меня. Слава Богу, у меня есть жертва Ишуа. Я рад. Все хорошо. А на завтра делать то же самое. Это закрытый круг. Как в кольце. Когда мышки бегают в таком специальном круг. без всякого смысла. Без всякого продвижения. Мы можем быть святыми только тогда, когда мы приближаемся к Его святости. Через Его свет и Его святость мы можем избавиться от наших грехов. Но нам нужно сделать это шаги по направлению к Нему. Не на небеса. На небеса мы не можем пойти пешком. Господь может быть близко к нам. Он видит наши дела. И все маленькое, что мы делаем в вере для того, чтобы исполнить завави Господа, это шаги по направлению к Нему. И даже в этой неделе есть много таких шагов которые очень простые. Попытайтесь исполнить их. И увидите как у вас внутри что-то меняется. Включите свет. Выгоните тараканов. Не нужно бороться к греху, нужно приближаться к Богу. И тогда грех оставит вас. И вы будете чистыми. Еще одно. Можно быть слишком святыми? Видели ли вы когда-нибудь человека, который через чур святой? Я много таких видел. видел. Люди думают, чем более я духовный, чем более я приближаюсь к Богу, тогда я больше святой. Не нужно даже прикасаться, я святой. или ты не знаешь, о чем я говорю, я вообще живу уже давно в духовном мире. И Господь говорит со мною каждый день. Я таких много видел. Мазе что это? Правда и святость это? Или это стыд позор? Матай что мишу миткарев леор? Когда кто-то приближается к свету, что видно? Мазе бихлял ор? Что такое свет? Ор ба тамит мишрифа, миш хазак. Свет происходит от большого огня, от большого пожара. Матай ше אנחנו кореем эх Невиим аю роим мы видели часто пророки говорят как они видели господа как огонь пылающий если ты слишком приближаешься к огню что происходит ты сгоришь даже если ты в своем разуме слишком приближаешься к Богу ты здесь сгоришь и ты упадешь и такие люди становятся смехом для других потому что внутри уже все сгорело они не знают что происходит и они даже уже не замечают что нет никакой связи со святостью потому что мы можем приблизиться к Богу в том отрывке времени который он дает нам это определенное расстояние и он точно может знать на что мы способны и на что нет иногда мы к начальнику боимся подойти потому что он настолько выше нас стоит но не боимся сказать что Бог говорит со мной обо всем каждый раз нужно опасаться этого если ты действительно приближаешься к Богу ты можешь увидеть это что грех оставляет тебя не то что ты сразу начинаешь все понимать потому что иногда ты только думаешь что ты понимаешь ты меняешься внутри вдруг то что ты не мог раньше делать ты делаешь это с удовольствием ты всю жизнь жил для себя и вдруг для тебя в удовольствии помогать кому-то другому всегда ожидал что тебе дадут и вдруг ты рад когда ты даешь кому-то это внутреннее изменение и это знак когда мы действительно приближаемся к Богу не как мы об этом думаем но когда у нас внутри есть перемены и нам нужно сделать очень простые шаги для того чтобы это увидеть иногда это простое слово иногда это улыбка когда ты не можешь ты не можешь не хочешь ты творить чудеса и последнее что я хотел сказать часто мы жалуемся мы идем в твоем направлении мы как ты сказал сыны твои сыны Бога так написано и когда это будет но почему ты даешь проходить столько много проблем в этой жизни и ставишь нас в тяжелые ситуации я из всего сердца пытался быть верным и святым человеком и вдруг я попадаю в такую ситуацию что туши свет например я ничего плохого этому человеку не сделал и вот он на меня сорвался вдруг кто-то кто со мной работает вместе начинает завидовать и делает мне проблемы человек которому я всегда помогал мне делает проблемы почему Господь ты поставил меня в такое положение когда у меня нет того чего я хочу деньги здоровье силы неважно даже хороших друзей иногда у меня не достает хотя ты пытаешься быть хорошим другом и правильно себя вести Господь почему мы взываем к нему и часто плачем иногда кто-то это видит иногда это только ночью когда мы себя и иногда даже только в мыслях почему Господь мне это сделал и в этот момент когда у вас возникают такие мысли не забывайте что Господь свят и это вера Господь свят и то что он делает это все свято если он что-то делает для нас это для блага для какой-то цели даже если мы этого не понимаем простой пример свет фонарик куда ставим фонарик там где светло на солнце и когда светло днем в нашей жизни нужно включить фонарик зажечь свет там где темно потому что для этого предназначен фонарик для того чтобы освещать темное место Господь говорит вы свет свет этому миру почему тогда мы ожидаем что Бог нас всегда будет держать вместе где нам хорошо и так светло но как фонарик Господь использует нас чтобы мы дали свет в том месте где темно и эти люди которые делают шум когда делают нам плохо они увидят свет через нас его свет что-то не сверхъестественное какие-то чудеса я ему сделал плохо он улыбается и не возвращает мне злом за злом что здесь происходит говорил с ним грубо а он успокоился и меня даже успокоил дает мне что-то что он ненормальный это процесс когда свет заходит в тьму и это ответ на то что почему иногда в нашей жизни происходят сложные времена быть святыми это не быть святыми для самих себя я святой как мне хорошо я приближаюсь к Богу цель того чтобы приближаться к Богу это приближаться к Нему для того чтобы получить удовольствие отдыхать отдыхать если бы это было так Господь бы один оставался на небесах для чего нужно было прийти и страдать здесь за человечество для того чтобы быть святым для чего-то или для кого-то всегда это цель и тогда не ожидайте что Господь хочет от нас быть цветами чтобы у нас только в жизни было радость и удовольствие нам нужно дать свет быть светом передать его свет через себя для других для чего тренируется спортсмен для того чтобы получить награду и когда он хорошо тренируется тогда он достигает свою награду хорошие результаты получают если мы как спортсмены занимаемся и приближаемся к Богу проходим эти проблемы через нас его свет приходит в этот мир и это цель быть святыми и это должно быть свято и цилин в конце жизни нам поставит Бог а другие люди увидят и скажут этот человек был праведником и святым почему потому что через него чувствуется Бог поэтому нам нужно быть светом Бога я очень надеюсь что вы не спите мы закончим эту недельную чтению с с с с с с с с с Продолжение следует...